Добрый вечер! В эфире информационная программа события в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. В районе путепровода произошла авария. Ведутся работы. Перебоев с водоснабжением удалось избежать. В республике за это лето произошло несколько трагедий на воде. Чтобы отдых у воды был безопасным, следует выполнять несложные правила. Жаркое лето с Амиго продолжается. Удача в виде сладкого подарка улыбнулась Тамаре Николаевне. Теперь на эти темы более подробно. Вчера в районе путепровода со стороны поселка Ильича произошла авария. Прорыв самотечного коллектора. Чрезвычайная ситуация, возможно, произошла из-за сильного дождя, который прошел накануне. Работы по ликвидации последствий аварии велись без перерыва. Продолжаются они и сейчас. Из-за того, что коллектор поврежден на глубине 9-11 метров, возникли сложности в осуществлении работ. Но перебоев с водоснабжением специалисты не допустили. Задействована техника филиала Речица-Водоканала, также сельскохозяйственных предприятий «50 лет октября», «Агрокомбинат Холмич», «Советская Белоруссия» и индивидуального предпринимателя «Кравченко». Это тракторы, экскаваторы, гидродинамические машины для промывки канализационной системы и другая спецтехника. В связи с работами, связанными с ликвидацией последствий аварии, закрыто транспортное движение по путепроводу. Произошло перенаправление пути следования городских автобусов и маршрутных такси. Автомобильное движение в основном осуществляется через железнодорожный переезд Ленина-Энергетиков. Завтра, 1 августа, на летней эстрадной площадке с амфитеатром на набережной Днепра состоится второй региональный фестиваль творчества инвалидов «Мы видим сердцем». В фестивале примут участие члены первичных организаций Белорусского товарищества инвалидов по зрению из Гомеля, Мозыря, Калинковичей и Речицы. Программа фестиваля вмещает в себя разнообразие жанров, а его участники ярко демонстрируют творческий подход, интересные идеи и способы их воплощения. Представители Речицкой первичной организации на суд жюри и зрителей планируют представить ряд разноплановых номеров. От нашего общества будет принимать 12 человек, но у нас будут гости из Калинковича, гости из Мозыря, Светловорс будет, Гомельский. Это все инвалиды тоже, они приезжают сюда со своими номерами, со своими концертными программами небольшими, которые пригласили к нам. Ну и я думаю, здесь инвалиды наши показывают, будет звучать произведение Светланы Калинчуковой. Мы открываем фестиваль этим произведением, потому что оно посвящено 75-летию освобождения нашей Белоруссии. И мы решили открывать фестиваль именно ее произведением. Ну а дальше будут уже звучать номера, естественно, на веселую, хорошую тематику. Что еще подготовили? В выставке будут работ, ну такие вот, как здесь стоят, выставки работ, декоративно-прикладное искусство. Фестивальная программа речицкой команды в основном будет состоять из авторских номеров членов организации. Исполнят самодеятельные артисты и произведения известных авторов. Я вижу сердце, люди могут видеть сердце, мы глаза закрываем. Когда молимся и мечтаем, я вижу сердце. Нам давно видеть сердце, темноте на ощупь лепую, да, конечно, любовь целуем. Жаркое лето с Амиго продолжается. Испытать удачу в программе лояльности провайдера стремятся все больше и больше речищан. На этот раз Амиго к розыгрышу в социальной сети «Одноклассники» предложил ящик со сладостями. Счастливым обладателем сладкого подарка стала Тамара Николаевна. Добрый день. Лето радует нас солнечными и теплыми деньками, а интернет-провайдер Амиго радует своих подписчиков программой лояльности «Жаркое лето с Амиго». С 24 по 27 июля в социальной сети «Одноклассники» разыгрывался ящик сладостей. Условия были просты. Нужно было подписаться на группу Амиго Беларусь, либо быть ее подписчиком. Сделать репост записи о конкурсе и оставить комментарий под записью «Хочу выиграть». Победителем очередного этапа стала Тамара Николаевна. Здравствуйте, Тамара Николаевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, давно ли вы подписаны на группу Амиго Беларусь? Через два дня будет три месяца. Очень приятно, что вы с нами. А часто ли вы в конкурсах участвуете? Ну, в таком первый раз. Скажите, а вы являетесь нашим абонентом? Да. А устраивает ли вас качество телевидения, интернета? И телевидение, и интернет очень меня устраивает по сравнению с другими. Значит, интернет-провайдерами качество лучше, гораздо лучше, скорость лучше. Ну, если бывают какие-то там 2-3 секунды в телевидении, заставочка, что там по техническим причинам, и все в порядке. Раз как-то обращалась с просьбой, очень быстро было все выполнено. Я рада, что... Спасибо, что вы с нами. Вот ваш сладкий приз. Участвуйте и побеждайте. Спасибо большое. Очень приятно. Это также вам. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Процветание вашей компании. Спасибо. И успехов. Дорогие друзья, подписывайтесь на группы Амиго Беларусь в социальных сетях, следите за новостями, и, возможно, следующий сладкий приз достанется именно вам. Кроме этого, интернет от компании Амиго вы можете подключить на тестовый период абсолютно бесплатно. Звоните. Мы работаем для вас. В республике за это лето произошло несколько трагедий на воде, и есть утонувшие и в Реческом районе. Причина случившегося – небезопасное поведение. Для того, чтобы отдых у воды не закончился трагически, следует выполнять несложные правила. Летняя жаркая погода всегда тянет людей к водоемам, которых в Реческом районе немало. Отдых на берегу – всегда положительная эмоция. Однако ежегодно на воде погибают люди. Случаются трагедии из-за небезопасного поведения. Особенно это касается детей. Их поведение во время купания беспечно, и уследить за ними очень сложно. Чтобы водоем стал местом приятного отдыха и не принес несчастья, и взрослым, и детям следует соблюдать элементарные правила. Случаи утопления людей на территории Гомельской области, Республики Беларусь, к сожалению, имеют место быть каждый день. Реческий район. У нас был также случай. Женщина упала в воду ее в районе набережной реки Днепр. Ее обнаружил случайный прохожий. И помог ей выбраться из воды прибывшие работники освода оказали ей помощь. Женщина осталась жива. Здесь хотел бы обратиться тоже к нашим гражданам. Первое, что нужно сделать, это купаться только в разрешенных местах, там, где работают спасатели, работники освода. Места, которые не предназначены для купания, туда вообще категорически, наверное, запрещено ходить. Естественно, прыгать в воду с трамплинов, ни с каких, ни в коем случае нельзя. И употребление спиртных напитков у воды категорически запрещено. Если вы находитесь у воды с ребенком со своим, то обязательно дети должны находиться в поле зрения. Потому что буквально секунда промедления, ребенок окажется в воде, и вы его просто уже не найдете. Поэтому будьте внимательны, берегите себя. Спасатели напоминают, что правила поведения на воде необходимо изучать вместе с детьми. Только личным примером можно предотвратить беду. Главное – постоянно контролировать поведение детей и не оставлять без присмотра у водоема. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по номерам 101 или 102. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждут метеоновости. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok